Я говорила, боже, какой ужас, разве так можно, зачем вы избиваете людей? На что он отвечал, только дубинка вам поможет, только дубинка вас воспитает. Я находилась здесь, на своем рабочем месте, когда ворвались в мастерскую два милиционера, не представившись, ничего, потребовали, значит, показать, есть ли у нас запасной выход. Директор им предоставил, то есть возможность им зайти, показать, что у нас запасного выхода нет. Вот, и уже возвращаясь, когда они возвращались с производственных помещений, один из них заглянул сюда, вот сюда, вот в это место, он сюда заглянул, на мне было льняное, бело-красно-белое платье. И, скорее всего, мы так думаем, и оно так, скорее всего, есть, потому что, когда он увидел меня в этом платье, у него сразу загорелись глаза, стали вот такие огромные. И вот эта одежда произвела на него такое, значит, не впечатление, а, значит, оказала такое влияние, как красная тряпка на быка, вот точно. И он, значит, на меня вот так вот посмотрел, глаза у него округлились, сказал, вы пройдемте с нами. Приводили задержанных мужчин, причем их очень интересно встречали, скажем так. Значит, раздавался крик «принимаем», судя по звуку, открывались двери, вкидывался туда, в этот коридор, человек, ему кричали «на колени ползти!» И вот пока он полз, этот коридор там до дежурного, его там несколько человек избивали дубинками. В основном это были молодые люди, был даже несовершеннолетний, по-моему, 14-летний парень, кричал, что мне 14 лет, за что? Как оказалось, впоследствии он шел от репетитора к бабушке, где-то здесь вот рядом, и его задержали, и сбили, и потом избитого уже ночью вернули родителям. Ужасная картина, которая стоит у меня до сих пор перед глазами, вот этот коридор с камерами, да, поскольку очень много было набитых людей, и это все-таки были не уголовники, Поэтому окошки для передачи пищи были открыты, и вот первое мое впечатление от этого, вот как будто, знаете, открытые вот эти вагоны для этапировки в 37-м году этих несчастных репрессированных. Вот это вот, из этих вот, значит, вот эти окошки открыты, и видно только тела, 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 избитые тела мужчин. Все, больше ничего, они битком там набиты, вот как селедкой. Потом я узнаю уже через неделю, кстати, с публикации Брестской газеты о том, что уволился участковый Владислав Непта. И он рассказывает в своем интервью, что последней каплей было то, что в СИЗО поступило, что когда я выводил женщин на суд, я увидел женщину, которая была в бело-красно-белом платье, которую за это платье задержали. И это было последней каплей. Ну, то есть, как бы, судя по всему, что, наверное, вот, да, наверное, действительно, мое платье сыграло вот такую какую-то интересную роль.